Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша играет и начинаете смотреть очередную ффашечку в Sidmer's Civilization 6. В этот раз играем вообще безо всяких режимов, зато абсолютно случайная карта и случайные цивилизации. То есть вообще без понятия, что нам там выпадет, на какой карте будем играть, какими цивилизациями, ну, по превьюшке вы понимаете, что мне выпала Персия, тут как бы скрывать нечего, а вот что у моих соперников будет, кстати, мы играем на десятерых, так что соперников девять, будем узнавать в процессе прохождения. Традиционно спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо вам за поддержку. В это сложное время приятно, что вы тратите денежку немножко и на просмотр пошаговых стратегий. Кажется, всё важное сказал. Приятного вам всем просмотра! Ну что, выпала Персия, довольно средняя цивилизация, прямо скажем. Да, приятный бонус при внезапной войне, а ну, если ты воевать не будешь. Ну, такое, средненькое, я бы сказал. Ну, нету смысла куда-либо ходить, сразу хорошее место. А мне кажется, кстати, так как мы на случайной карте, то выглядит так, что изобильные ресурсы выпали. Слишком много картинок вокруг. Так что, думаю, что у всех нормальный старт. Понятно, что с разведчиков начнём. Так, 4-3, а если так, 3-4. Давайте я лучше вырасту. Нет, давайте я вот так найду. Я бы сначала подрос, честно говоря. Чуть попозже скаута сделаем. Что у нас тут с деревом технологий? О, вау, интересное разделение. У нас, считайте, до Средневековья 3... 4... Блин, у нас до Средневековья 4 разные ветки технологий идут. Это будет интересно. Слушай, они вообще не связаны. Да. Да. Ну, открыть надо все, потому что потом в Средневековье всё связано. Тупиковая. А, да, одна тупиковая, точно. Одна тупиковая. Так, ну, с животноводства, конечно, начнём. Я думаю, какие-то лошади вот тут будут, скорее всего. Ну, в принципе... В принципе, всё. О, сразу с серьёзного паводка началось. То есть, повышено урожай. Ну, здорово. Почему нет? Так. Тут у нас реки. Давайте. А вот сюда подойду. Кстати, так как есть мёд... А, подожди, животноводство. Блин, я казалось, что эти лагеря ставятся на мёд. Так, значит, нет. Я подумал, может, Артемиду можем поставить. Да, карта случайная. Тоже пока не знаю, что за карта вообще. Но пока выглядит как Пангея, как они телеконтиненты, да. То есть, территория явно не морская, судя по всему. Хотя... Тут, знаете, никогда не угадаешь. Может, это у меня такой маленький континентик. Я на нём один сижу, тут и всё. А, ну тут уже я вижу место хорошее. Я бы вот сюда куда-нибудь вот так предварительно ставил город. Этот нефрит оставим по саргадам. А что там, интересно, это улучшение уникальное? Так, наверное... Блин. Сейчас и туда, и туда. Давайте сюда прыгну. О, к рынке. Как раз, отлично. Что там уникальное улучшение? Паридоэзу. Паридоэзу. Она, по-моему, в социальных... А, блин. Не видно ж нифига. Блин, у меня, по-чё, ровцы, ведь тени высокого разрешения включились. Всё, высокого разрешения включилось. Теперь подлагивает. Ну, отключи в настройках. Нужно перезагрузить игру, чтобы это заработало. Пайри. Пайри. Так, давайте глянем, что тут у нас. Ускорил мореходство. Ну, кстати, зашибись, потому что я не на берегу нахожусь. Так, одну культуру и два золота. Плюс одну культуру за каждое соединение в священное место и театральную площадь. Плюс одно золото за каждый соседний центр коммерции, центр дополнительной культуры и туризм по мере подвижения по дереву. Ну, честно говоря, так себе. Конечно, культура, как бы, культура и золото, но нафига оно мне? Честно говоря. Кстати, священных мест не видно, где строить священные места пока. Так, вообще-то, давайте-ка переключимся. А может и не будем переключиться. Давайте пока вот так на еду тут и будем. За два хода вырастет. За трех жителей быстро вырасти – это зашибись. О, да я тут медовый человечек буду. Слушайте, а мед в корпорациях что дает? Может, мне реально на культуру попробовать? Блин. Монополии и корпорации. Мед, по-моему, культура должна давать. А, нет, 30%. Нет, это меха. Стоп. 20% роста и 3 жилья? Вау. Не, это, кстати, тоже очень-очень неплохо. Очень неплохо, я бы сказал. Так, там вон уже варвары побежали. Ага, я нахожусь на юге. Я нахожусь на юге. Руинка. И вот тут выглядит как... Или река все-таки? Так, ну пока непонятно, куда тут что-то ставить. А, вот где лошади. А на стратегические ресурсы у нас тоже случайные стоят? Нет, баланс. Стратегические невозможно случайные поставить. Так, горное дело. Ну, тут, собственно, традиционно поставлю строителей и поселенцев пока в очередь. Ой, меткий народ ставит вовсю. Так, ну по идее, тут точно надо будет еще где-то город влепить. Кстати, я бы вот сюда влепил. Не слишком близко к тундре. Этот еще туда влазит, да. Вот сюда точно хороший становится. Ну и, собственно, 4 меда. Это просто пчелиный магнат. Так. Добрый день. Не называем цивилизацией, напоминаю. Да, я поэтому замолчал. Так, я по-своему покупать у меня лошади. Наверное, пока нет. Так, рабочим я буду... Ну, так, хочу, конечно, руинку забрать. Давай рабочего. Так, мне можно уже не строить рабочего. Давай дружить. Отличный старт. И... Давай построим. Мне, конечно, надо начинать с лошадей. А ты далеко? Получается. Так, ну это прям... Да не шибко. Пока все очень неплохо. Клеточек 5. Пойду наверх. Точно внизу мне селиться негде, а тут надо исследовать. Так, наверное, этим скаутом тогда сюда побегу. Потому что тут у меня сейчас... Все посмотрит... Так, ну я, наверное, лошадей обработаю, потом камень, потом мед. Как-то так. О, тут, кстати, похоже... Это... Так. Тут уберем. Так, 3-5. А так 4-4. Давай вот так лучше. 4-4. Получше будет. То есть, как раз будет создан посел и не потеряем население. Свод законов. Ну, пока... Давайте в трудовую повинность. А, вот где этот. Пайра. Давайте пока так пойдем. Так, удвоенный опыт. Наверное, разведки поставлю. Хотя там... Ну, вообще, варваров особо рядом не видно. Все-таки удвоенный опыт разведки поставлю. А, стоп, подождите. Как же я мед? Я же плантации не открыл. Как же я тут мед обработаю? Поэтому, наверное... Так, Еринмаро, это ты мне метку там, да, поставил? Я так понимаю. Как? Ты туда город хочешь, да? Блин, а может, лучше овец и камень? Я потом лучше еще одного строителя куплю просто. И так лучше по очереди здесь. Тут все-таки... Ну, очень крутые клетки будут, когда я их обработаю. Да, тут уже у нас океан. Интересные места, конечно. Так, тут что-то у нас под науку выглядит. Блин, тут отсюда какой-то скаут побежал, я боюсь как-то идти по селам. Вон он бегает. Потому что где-то тут лагерь. Получается. О, там еще, смотрите, какое тут место. Ну, похоже, изобильные ресурсы. Так, а куда мне дальше идти? Наверное, все-таки сюда пойду. Мне кажется, тут какой-то сосед должен быть. Горное дело открыли. Ну, давайте гончарное. Мне, вообще-то, надо плантации найти. И ускорить я их никак не могу. Да, у меня нету нигде фермы на ресурсе построить. Хотя вот рис будет. Просто у меня, извините, оливки, мед плантации требуют. Но здесь нефрит без плантации. То есть у меня уже, как минимум, корпорации на меду, да? И фабрика на нефрите. Нефрит точно культуру дает. Калэ, мэн... Не, золото. Хм. Опа, тут, походу, тоже конец. Может, все-таки я на острове каком-нибудь буду? По-моему, личный континент. Так, и камень хочу обработать. Не, ну слишком что-то великоват для одного, мне кажется. Мне кажется, это большеватый континент. Что выглядит, как тут еще... Ну, тут уже то, что я открыл, тут много городов можно поставить. Блин, жалко без религии как-то особо. Вообще негде, ниоткуда религию брать. Получается... Ну, производство, в принципе, есть. Как бы место такое, ну, нормальное. Неплохое, но и нехорошее. Нормальное место. Играть можно. Вполне. Точно, видите, тут уже конец. Карты. Ну, пойдем. Не, ну там выглядит, что еще. Хотя, вот уже какой-то тоже конец. Блин, неужели реально там все? Так, мастерство ускорили. Трудовую повинность давайте на Раннюю Империю переключим. Ну, вот конец тоже. Блин, неужели на континенте нахожусь одном? Так, пожалуй, сразу еще одного давайте делать посела. 4, 6. А так. 4, 6. Ну, правильно, тут хорошие клетки обработаны. Сколько стоит купить строителя? 105. Дороговато. Ну, надо сразу три города ставить. Соседей нету, но... То есть, в том плане, что не надо прям забивать какие-то места для себя, но места хорошие, чтобы просто быстрее города росли. Так, что я хочу? Давай реликвию. Нет, просто ускорили. Мистицизм. Это фигня, потому что мистицизм мы и так ускорим, взяв пантеон. Сюда вниз пойду смотреть. О, это белые скалы Дувра, походу. Вот где еще можно будет город поставить, кстати. Ну, будем убивать, наверное. Хотя, слушайте, тут такое место. 2, 3. То есть, я город где-то тут буду ставить, например. Может, не убивать этот лагерь. Ага, тут, кстати, это может быть фрактал и туда проход куда-нибудь. Но я хочу тут посмотреть, что. В первую очередь. Димарова, а ты дружбу примешь? Так, плантации где у нас? Не здесь. Блин. Каменная кладка. Ну, ладно, давайте мореходство пока, потому что она ускорена. Ну, если я на своем континенте отдельном сижу, то мне, конечно, надо будет на море города ставить. В любом случае. Выглядит. Это лагает, это кто-то метки ставит. Поэтому подлагивает постоянно. Да, Артемида была бы замечательна. Ну, вот есть олени, конечно, но это не первый город, как минимум. Киты. Но вообще где-то тут город, вот тут хороший город, между прочим. Так что надо все-таки убить будет лагерь. Да, ресурсы стопудово изобильные. Слишком они хорошо тут разбросаны. А это линия. Так, там народ встречается. Люди встречаются, люди влюбляются. Да, как я и говорил, скалы дура. Ну, хорошее тоже место. Сейчас посмотрим. Наверное, поставим. Поведу, может, сразу город туда. Но тут точно никого нету. Тут точно никого нету. Хотя, опять же, если это фрактал, то, знаете, может быть такой хренак туда всякого. Тут может кто-то быть еще. Ну и туда проход куда-то непонятно. Непонятно. Потому что там сразу, по-моему, было видно, нет? Берег сразу был виден. Или показалось? Залив Фолбэйн. Ну, залив. Упс. Так, встану в защиту. Про атакую. Буду постепенно атаковать. Конечно, надо поставить плюс 5 против варваров, но... Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев. А некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, ну тут надо подумать, как разместить. Ух ты, тут у нас есть... Ну, блин, жалко... Прямо рядом там... Вот это, конечно, классные клетки, да? Сюда бы я повел город. Надо подумать так разместить, чтобы и тут где-то город влез на этой реке, и сюда город. Я бы, наверное, кстати, вот этот поселенцы сразу бы к скалам Дувра повел. Тут у нас... Так, давайте думать... Ага, вот у нас кампус на плюс 4, да? Сразу. То есть надо ставить так. Я бы, наверное, вот прям где у меня скаут стоит ставил город. Здесь. Ну тогда я бы все-таки не вел сразу этого, я бы сюда поставил сначала. То есть вот прям где скаут ставим город, соответственно, у нас будет треугольничек из гавани кампуса здесь в будущем. Треугольнички из центра коммерции и гавани уже не так прикольны, потому что... Блин, потому что гавань дублирует возможности центра коммерции, просто бессмысленно ставить два одинаковых... Я не знаю. По-хорошему района получается. Так, еще поставил. Так, тут по Саргады вырос. Можно чисто на производство переключаться. Турцию. Ну, в принципе, все равно сейчас поселение спаялится. Я бы сюда сначала город ставил. Просто чтобы уже консолидировать свою империю. Вот тут надо смотреть, что. Но, несомненно, четвертый город сюда я поведу. Так, тут я, пожалуй, продолжу исследовать Южный полюс. Так, ну, нам нужны юниты, на самом деле. А есть какой-то шанс открыть? Мне кажется, без шансов. Ну, карточку. Если юниты под карточкой строить, а не просто так. Ладно. Давайте. Прощника. Здравствуй. Здравствуй, Митал. Блин, и плантации мы не видим пока. О, есть. Отлично. Прям идем в орошение сразу. Я бы даже, наверное, купил здесь рабочий. Сейчас прийду к этому поставлю. Куплю рабочего. Он будет стоить 105. Как раз по идее, пока дойду, у меня должно накопиться. Обработать рис сразу, чтобы ускорить орошение. Я с другой стороны. О, блин. Кто у нас здесь стоит? Так, знаете что, давайте мы уйдем. Я не хочу встречаться с другой стороны. То есть, тут, кстати, кто-то есть, но это, судя по всему, через... Хотя нет, тут... Знаете что, тут залив, скорее всего, вот так. Да, видите, там туда продолжается континент. Получается так. Уйдем. Похоже, на Китай по цветам. Что-то собачка на улице заходится. О, 10 веры. Ну, в принципе, просто на два хода быстрее пансион приму. О, Аккад. Ну, такси город. Это же не столь не твоя? А так, я не знаю. Полейских юнитов и ближнего урона наносят, что полный урон городским стенам. Окей. Нет, кстати, хорошо, что есть сосед, потому... Во-первых, он далеко, даже вот видно, что это довольно далеко, по-хорошему. Во-вторых, без соседа грустно, потому что нету ни союзов, ни караванов, ничего. Какая есть вероятность, что... Ну, я же киньте, он сейчас захватит моего посела. Какой-нибудь там какой-нибудь Китай уничтожил уже этот его лагерь. Он пришел, пришел моего посела захватывать. Ну, я там еще не открыл, но я бы тоже хотел справа поставить. Сейчас, с другой стороны, его бы, конечно, встретить. Но это явно второй город. Второй или третий, потому что его не было, и тут он появился. То есть, это не столица, как минимум. Лояльность невозможно посмотреть, потому что пока вы не встретили, она вам не показывается. Отлично. Не захватывает пока. Сейчас бы еще скаут его не прибежал совершенно случайно сюда. Это будет неприятненько. Ой, ну и какой же мне пантеон брать? На плантации. То есть, вообще-то через культуру тотально играть. Но плантации тут дофига, конечно, у меня будет. Да, давайте, наверное. Что тут? Выделываться. Ну, давайте, пожалуй, еще прачника. Нам точно тут юниты нужны. Так, раннюю империю отложим. Давайте пока трудовую повинность еще пооткрываем. Ну и в какие мне... В принципе, форки могу его подвинуть на клетку выше, там, город. Районы, в первую очередь, и те. Я туда сейчас... Попробовать, может, через культуру заиграть. Ну, я имею в виду через туризм. Вообще, в принципе. То есть, территория есть. На культуру ресурсы есть. Есть даже уникальное улучшение. Так, я тут хочу попробовать перехватить этого. Или он уже пишет, кстати, сообщать своим, между прочим. Это ж, наверное, отсюда откуда-то был скаут. Скаут. О! Давай реликвию. Ааа! Опыт. Раннюю империю, да, открываем, раз мы ускорили ее. Тут тоже хорошее место, я смотрю. Ну, вот теперь имеет смысл, конечно, сюда ставить город, потому что там сосед имеется. И имеет смысл, кстати, его встретить. Сейчас я так пройду, просто тут не хотелось с этим парнем встречаться. И общаться вообще. Знаете, может, проатакую. Так, уже подлечились. Хочется прокачаться уже. И раньше, конечно, было два удара по варварам, и уже была прокачка. Теперь четыре требуется. Как минимум. Блин, там хулиганы зрения лишают. Пойдем, наверное, на помощь скауту. Это, конечно, интересно, выбор теперь. Брать Магнуса или... Вы знаете, тут, возможно, даже стоит с Магнуса начать, потому что изобильные ресурсы. Тут очень много всего вырубить можно. Есть леса, видите. Ну, тут, правда, на холмах только один. Я бы Магнуса где-то вот в этот город лучше посадил. Ой, надо было по лесам взять. Что-то я тупо... Ну, ладно, давайте еще прачника. И не поменял карточки на поселенцев. Леша, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, ну там сплошные снега, и там явно будут появляться эти варвары постоянно. И на плюс пять против варваров не поставил. О, вот у нас где варвары еще. Так, ну тут надо спасаться будет. Даже пойду туда двумя. Блин, а что мне... Так, во-первых, все-таки... Все-таки Пенгалу. Просто думаю, Магнус вот тут в Балхе точно я посажу. Так, этого тоже туда поведу. Ну, мистицизм четыре хода буду открывать. Потом, значит, у меня четыре хода есть юниты построить. Монумент. Да, тут надо отступать, конечно же. И лечить скаута. В принципе, они плохо прокачаны. Я уже кучу этих нашел. Руинок. Ага. Вот это кайф. Вот вам и плюс три к эпохе, между прочим, на ровном месте. Так, тут мы лечиться будем, тут мы идем к лагерю. Да, ставь там город. Форк, а ты вниз куда планируешь ставить под столицей? Блин, есть у меня шанс вообще на метки поставить. Золотой век. То есть, по идее, два лагеря уничтожу. Это шесть, да? Ну, я, наверное, наклику выше там поставлю. 17. 18 я встречу чувака. Мне бы еще, так, значит, руинку найти. И по идее я выхожу в Золотой век. Я бы потом лечить пришел. Как ни странно. Ну, конечно, еще тут бы город поставить. Но это я точно не успею. Потому что его сначала... Понятно, что поселенца надо в пасаргадах строить. Тут просто это медленно будет. 20 ходов, да? Даже с карточкой. Даже если я с карточкой построю, то я просто не успею сюда дойти. А тут бы мне дало, наверное, три очка эпохи. Лагерь ломаю для того, чтобы очки получить. Два очка, блин. Ну, значит, не выйду в Золотой век. Два очка, это мало мне. Не отложил орошение, молодец. Так, давайте обработку бронзы. Ну, у нас быстрый таймер стоит. Просто имейте в виду. То есть я тут явно в этой партии многое буду не успевать. Потому что, как бы, надоело 11 часов играть. Сетевые. Я тут варару окружаю. Так, ну, прокачаем стрельбу из лука. Этим сюда отходим, этим сюда. Скорее будут атаковать. Мы отойдем, заманим внутрь и накажем. Все, вот этот скаут уже точно без лагеря. Так что, вот этого скаута надо опасаться. Есть орошение открыто. И надо обрабатывать. Так, ну, начну, наверное, по силу. Четыре хода не могу взять пантеон. То есть я следующим ходом поставлю карточку. Главное, это не пропустить. И, пожалуй, сюда пойду. Ну, я сюда точно поведу город. Потому что там соперник. Надо поселиться в его сторону. Ну, и место тут хорошее. Единственное... Наверное, вот сюда на овец поставлю. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас. Ссылка на плейлист со всеми сериями в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.